Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум, или же Александр. И сегодня вместе с вами мы поиграем в игру под названием Steam Punk Tower 2. И это, судя по всему, Tower Defense. Я знаю первую часть, это была флешка, но мне не довелось в неё поиграть. Возможно, вы тоже про неё знаете. Ну, а в эту я решил поиграть, потому что, ну, чё-то меня в последнее время пропёрло на Tower Defense. И я думаю, блин, вроде как игра известная, по крайней мере, первая часть, если я даже про неё слышал, хотя и не играл, то и эту нужно заценить. В общем-то, давайте смотреть. Ну, и, естественно, если вам игра понравится, то не забывайте... Такс. Что-то, что-то, что-то. Не забывайте, конечно, друзья, ставить лайки. И здесь, видимо, сразу становится понятно, что это нечто большее, чем просто Tower Defense. Здесь есть какая-то мировая карта. Есть какие-то... Ничего себе! Ничего себе! Ну, давайте разбираться, давайте смотреть. А-а-а! Здесь мы постепенно будем прокачивать новые войска. Ничего себе! Ничего себе! И у нас на данный момент есть две пушки. То есть, всего я смогу установить два орудия на свою башню или как? Ладно. По-моему, всё должно быть здорово. Игра стала полноценной, не просто флешкой. И вот это, походу, и есть наша Steam Punk Tower. Что ж, круто. Ну, вообще, я люблю Steam Punk и паровые технологии. Это здорово. Давайте... А-а-а! А чё, я размещать-то войска, что ли, не буду? А-а! А как это вообще работает? Что-что-что-что? Ну, это враги. Они нападают. Это обычные солдаты. Это понятно. Хм. А-а-а! Башни нужно будет перем... Ничего себе! Ничего себе! Войска нужно будет передвигать. А на что это влияет? Что? Подождите, ладно. Давайте две пушки сразу передвинем сюда, пускай они отстреливаются. И... И это забавно. Это забавно, да. Ну, какой смысл в этом? Хотя, если... С одной стороны только будут происходить нападения, то, конечно, это удобно, да, вопросов не имеется. И вот у меня возникает вопрос. Что это вообще за такая башня? На ней нет ничего, просто стоят две турели, но эти турели могли бы стоять и на земле, правильно ведь? Что ж, ну, окей. И, видимо, без этого они работать не будут. Для того, чтобы они двигались, нужен настолько большой паровой двигатель. Это, конечно, забавно. Это очень высокотехнологично. И порой в стимпанке меня поражает то, что эти технологии паровые, они часто превосходят наши современные технологии. Хотя и выглядят, ну, так, можно сказать, первобытно, но... Блин. Это круто, это круто. Это просто выглядит офигенно круто. Есть даже фильм, называется «Дикий, дикий вест». Ну, там эта тема более-менее раскрывается. Хотя фильм считается, как бы, ну, не очень хорошим. Ну, вот сами эти технологии паровые, меня там, ну, я очень с большим удовольствием смотрел в свое время. Так, это что за бомбы такие? Это что? А почему они, они тоже работают на пару? Ладно, давайте передвинем одну турельку сюда, потому что, походу, они могут добраться до нашей башни. И мне не нравятся мои турельки. Я бы хотел их поменять на что-то более скорострельное, возможно. Или что-то более масштабное, чтобы оно валило по толпе, а не просто по одной цели. О, Виктори, зашибись. Нифига себе, мне супервертолеты... Так. А, возможно, стоило читать диалоги, но, блин, читать диалоги в Тауэр Дефенсе, это странно. Здесь тоже есть лутбоксы, хотя здесь нету доната, ну, как бы, тут нет доната, здесь ничего такого нету. Но все равно лутбоксы есть. Так, взяли награду, хорошо, давайте посмотрим, что там есть. Конечно, я читать диалоги даже и начинать не буду, но это просто, мне кажется, в Тауэр Дефенсе, ну, очень странно. Так, секретная база, кордоба, нам надо вернуться назад, походу, да? Передвигаемся сюда, и мы здесь можем покупать новые башенки, понятненько. Ну, хватает мне денег только на обычную ВАСП башню. Ну, окей, давайте построим ее. А, можно апгрейдить, это уже устраивает меня. Нифига, нифига. Патроны, окей. И, 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 а почему я хочу вот эти вот, которые выше, они, видимо, будут более скорострельные, а нижние, они, наверное, разрывные, да, судя по картинке? Ну, типа, на конце, на кончике взрыв, був. Ну, давайте прокачаем, хорошо. Плюс один дэмэдж, плюс против брони, против брони, не походу. Блин, что со мной, что с моим языком? Ладно, фиг с ним. Так, надо будет нажать репить, нет, репить диалог, не надо нажимать. Так, давайте попробуем прокачать теперь. Какая у нас башня прокачана? А, здесь у нас разрывные патроны, давайте здесь прокачаем, ставим запчасти, ставим еще вот это. И деталей, видимо, еще не хватает. Ладно, постепенно будем детали добавлять, и, возможно, что-то интересное получится. Так, это что у нас такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь апгрейдов, сколько здесь всего? Офигеть. Так, оказывается, в игре есть русский язык, я переключился на русский, так будет, наверное, удобней. Ну и отправляемся дальше, отправляемся, брифинг, разведка. Будет пехота, будут воздушные, возможно, и будут какие-то прототипы. Ну, прототипы мы с вами уже видели, это вот эти вот маленькие бомбочки летающие. А башни... А зачем их чинить? Подожди, сначала мы должны починить башню, всегда проверять состояние башни. А чё у меня? У меня же вроде никто не дошел до башни. Чё, моя башня оказалась повреждена? Это странно. Меня это не устраивает, кто добрался, я не смог этого заметить. И, блин, вот единственное, что я из диалогов упустил, это вот что это за башня, почему она врезается в землю. Она добывает какие-то ресурсы, или что это такое. Ну, видимо, да, наверное, это какая-то типа нефтяной вышки, правильно? Я башню с собой в бой не взял, ещё одну. Дурак, Саля, Саша, дурилка ты картонная, почему ты башню с собой не взял, Сашенька? Ужас, ужас, ужас. Ладно, ладно, я думаю, этими башнями, турельками мы ограничимся. Я просто не знаю, как называть это. У нас вроде как башня, а эти-то тоже башни в Тауэр Дефенсах. Передвигаем башни на башне, турельки. Ладно, главное самому не запутаться. А вот эти партипы полетели. Ну, они как-то глупо выглядят. Солдаты, почему солдаты вражеские не ведут огонь? Давайте сразу выпускать войска, давайте, давайте. Всё равно мне кажется, придётся уровень переигрывать, потому что я с собой, ну, как бы не взял ничего. Так, новый враг, бронесолдат. Хорошо, но у него нету никаких дополнительных бонусов. То есть, ни дробовичных патронов, ни брони какой-то. Хотя броня, они же бронированные вроде как. Они прикольно выглядят, как будто в экзоскелетах, да? Нифига, нифига, нифига. Здесь, друзья, и нужна была башня. Башня, турелька с разрывными патронами. А я затупил, зазевался, прозевал. И вот что в итоге получается. Сейчас они дойдут до моей базы, и моя база... Ну, куда вы стреляете? Стреляйте в бронированных. Давайте, давайте, мы сможем сдержаться. А у наших турелей еще, походу, и снаряды заканчиваются. Не-не-не, мы отобьем, отобьем эту волну. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, давайте выпустим сначала эту. Передвинем сюда башенку мою. У них заканчиваются снаряды, друзья. У нас просто может не хватить пуль. Они там что-то эти человечки маленькие двигают, шевелятся, что-то пытаются придумать. Какие-то рычажки передвигают, но толку от этого нет. Не, вон, смотрите. Идет суперотряд. Так, каждая пушка набирает перегретый пар для супервыстрела. Когда пушка загорелась синим свечением, нажмите на нее и перетащите прицел на врага. Пушка совершит супервыстрел. Ну, давайте попробуем. Супервыстрел. О, нормально, нормально. Вот это я понимаю. Вот это, зашибись. Ну что вам? Как вам такое, чувачки? Так, пушки тратят патроны во время стрельбы. Перезарядить пушки можно по центру башни. А, то есть все-таки можно перезаряжать их, да? Зашибись, зашибись, зашибись. Это мне нравится. Нет патронов. Давай, стреляй. Чуть-чуть немножко патроны восстановили, но это уже получается экшен. Мне нравится игра, мне нравится, друзья. Мне нравится. Так, это смотрим дальность стрельбы. Бронированный жук. Плюс 50%. Это что значит? Я пока в значках не разобрался. Снизу какие-то значки есть, но... Но у нас... Подождите. Нет, я не понимаю. Ладно, давайте передвинем. Что-то я туплю. Чем они передвинули нашего... А, зашибись. А, нет, пробиваем все-таки броню, пробиваем. Но, конечно, здесь были бы эффективнее бронированные патроны. Не каждый раз получается броню пробить. Давай, 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 мужички. Мы этого жука должны завалить. Это последний враг. Надо, чтобы перегрета была пушка. Давай, супер выстрел. Сейчас будет супер выстрел. Давай, 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 давай. Загорись синим уже. Давай, загорись синим. О, а мы без того их развалили. Зашибись. Но придется, видимо, много денег потратить сейчас. На, на, на. О, сундучок. Плюс 30 опыта. Это у нас какие-то кристаллы, болты, подшипники, поломанные подшипники. Принято, зашибись. Замечательно. Ладно, может, все-таки почитаем? Ладно, хрен с ним. Нет, 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 нет. Так, получи награду. Я же... Так. Доступны новые здания. Ага, чтобы получать новые апгрейды для пушек, нужно строить новые здания в наших городах. Я понял. Хорошо, давайте выйдем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Лаборатория тяжелых пушек. Лабораторный комплекс для проектирования и тестирования пушек на базе технологии тяжелой артиллерии. Это нам не понадобится. Покупаем новую пушку. И у нас получается новая пушенция под названием Секира. Хорошо, 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 хорошо. Какая дамочка. Не, 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 не. Награды. А мы играем за женщину. У нас за Эбигейла это получается. Так, да? Опять назад идти. Воевать сразу. Опухоль культа распространяется по Европе. Время от времени нам будут поступать контракт. Ну, давай, пройдем эту миссию. Далее. Давайте выберем Секиру. Асу. Аса. А, это Аса. ВАСП это Аса была. Ну, все, вроде бы все пушки взяли. Починим базу. У меня 6,5 тысяч долларов. Я бы хотел их на что-то потратить. Так, подождите. Давайте перейдем сюда и посмотрим, что мы можем сделать. Центральный район. Жилой район для служащих канцелярии. Помощников, инженеров и подмастерьев. Приемлемые условия для... Ну, давайте построим. Почему нет? Видимо, они будут платить налоги. Я буду зарабатывать деньги. Это что? А, это деньги надо собирать. Ангар. Что у нас в ангаре? Индустриальный центр. Улучшение боевой башни. Ну, давайте... А, нет, сюда. Давайте перетащим. Потихонечку будем улучшать. Необходимо построить индустриальный центр. Улучшить. Нужны кристаллы. Кристаллов нет. Ладно, хорошо, друзья. Отправляемся воевать. Проходить эту миссию. Посмотрим, как будет показывать наша новая пушка себя под названием Секира. Секира. Ну, мне кажется, ракетная пушка лучше бы называлась Молотом. Опять у меня, вот видите, конфликт между Секиром и Молотой. Жми сюда, жми сюда. Какая из этих пушек бронированными патронами стреляет? Разрывными. Верхняя, я так понимаю. Да, да, да. Верхняя. У нее ствол побольше. Ой, ой, ой. Что она творит? С одной выстрелы ломают эти пушки. Вау! Нихера себе Секира по пехоте. Бам-бам! По толпе. Надо ее передвинуть, короче, друзья, вниз. Так? Это мы подвинем наверх, а Секиру вниз. А, не получается так. Хе-хе, они не мешают друг другу. Ладно. Надо было сразу ставить вниз ее, наверное, Секиру. Ой, и бронированные умирают. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Какая же хорошая башенка. Так, я, наверное, для того, чтобы я понял, улучшения башни, именно нашей основной, вот этой вот, стимпанк-тауэра, нужны для того, чтобы появились новые уровни. Чтобы она была, например, трехэтажной. Тогда я смогу установить больше установок боевых, и это было бы здорово, да? Так, и надо обратить внимание, сможет ли Секира стрелять по воздуху, либо она лупит только по земле, по пехоте. Но по пехоте она лупит, друзья, бесподобно. Бесподобно. У нее много снарядов и супер выстрел. Давайте попробуем. Ну-ка. Бум! Ковровая бомбардировка получается такая маленькая. Но все-таки режим пулемета для обычной турельки мне нравится больше, да? Когда она загорается синим. Поэффектнее это выглядит, поэффектнее. Сразу вызываем все войска, чтобы заработать больше бонусов, чтобы заработать больше денег. Конечно же, конечно же. Такс. Ну, здесь они справятся. Давайте сейчас враги подойдут. Я по воздуху такой огонь открою, что... Ой-ой-ой-ой, мама родная будет. Понеслась. Жестко, жестко, жестко. Красиво выглядит, блин. Если бы она всегда стреляла так, это было бы офигенно. Блин, мне игра нравится, нравится, нравится. Давай, Секира, лупи по пехоте. Ой-ой-ой. Так, а что если так сделать? Что-то, что-то, что-то не сильно больно бьет по пехоте. Надо было, наверное, подождать. Супер выстрел. Пум. Надо перезарядить, да? Давайте немножко зарядим. И пошло. Пошло стрелять. Чё? Давай-давай-давай. Видимо, она стрелять не может, пока полностью не зарядится. Это странно. Это странно на самом деле. Но победа, 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 победа. Что же игра нам приготовила дальше? Какие новые пушки? Ой, нифига, сколько сундучков. Давайте всё откроем. Деньги, деньги, деньги. Какая-то новая запчасть. Задание, работа по найму завершена. Зашибись. Да-да-да. Всё, я понял, Виктор. Так. Открывается... Ммм, Португа... А-а-а! Это ещё и как бы наша вам мира карта, да? То есть тут... Мы по Европе гуляем, Португалия. Зашибись. Силы культа атакую через 11 минут. И что это значит? Ну да пофиг. Давайте прокачаем немножко наш город. Заберём деньги. Так. Новая технология. Что за технология? Пулемёт уровень 2. Давайте. У нас недостаточно эзериума. А где взять эзериум? Мне нужен эзериум, друзья. Блин, а где взять эзериум? Блин, блин, блин. Ладно, давайте прокачивать башню нашу пока. Блин, а где взять реально эзериум? Может его можно как-то добыть? Я не знаю. Чёрт побери. Улучшить здание. Тоже не хватает. Но всё нужно эзериум. Ладно, давайте попробуем прокачать какую-нибудь нашу пушку. Оса. 45 деталей. А, это уже влито сюда 45 деталей, да? Ну давайте прокачаем это улучшить. Не хватает деталей. Не хватает ни на что деталей. Может быть стоило на улучшение пушек, друзья, деталей потратить, а не на прокачку самой башни. Не знаю. Так, надо передвинуть, поменять местами. Секира убирается. Оса. Секира вот так вот. Да, починить. В бой. Понеслась. Хотя, возможно, стоило... Блин, может быть стоит оставить действительно один отсек пустым, чтобы можно было как-то маневрировать со своими пушками. Из-за того, что все места заняты, ну я не могу как бы вот эти вот в шарады войти играть. Это ужасно. Это мешает, конечно, но да ладно. Если появится новый этаж, тогда я смогу как-то манипулировать своими башнями, передвигать их во время боя и тактически превосходить противника буду. Время от времени. Как же это тупо звучало. Такс, у нас тут идет хрень. Жук. Жук, жук, жук идет. Ну, хотя да, у нас же с разрывными патронами-то башенка справа. Что-то... А нет, ну поэффективнее, поэффективнее. Конечно, большая часть снарядов отлетает, но все равно поэффективнее, поэффективнее, друзья. Не дойдет он, не дойдет. Блин, надо было использовать... А что, можно так двигать? А как оно... А я же не двигал ничего. Ну, прикольно, удобно, удобно, удобно. В любом случае, удобно, наблюдаем. О, нифига, идет целый отряд бронированных типов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, друзья. А можно поменять местами? Ай-ой-ой. Наверх. Во, 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 можно все-таки? Ууууу, бум Получите-ка, я разобрался Хе-хе-хе-хе-хе Сейчас пушечка им покажет, бум Ой-ой-ой, началось Бум-бум-бум-бум-бум-бум Бедные-бедные ребятки А почему они с собой оружие Не взяли, то есть, вы видели, да, они просто идут Они кулаками собираются эту башню Ломать или что они собираются делать Новый враг, моноколесо Ну, моноколесо Довольно слабое, даже обычные турельки С ним справляются, так, попробуем выстрелить вот так. А, не, не достает. Не достает, к сожалению. Не достает. Хм. Я не знаю. Может, стоит реально вместо даже этой мортиры поставить... Надо перезарядиться, елки-палки. Вместо мортиры поставить туда еще один пулемет тоже, мне кажется, было бы довольно эффективно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печально-то так как вышло. Долетели все-таки прототипы эти, черт побери, до вазы. Неприятно. Ну, давайте, уже убивайте их. Надо их срочно прокачать, друзья. До бронированных. Или до скорострельных. Не знаю, что обозначала та голубая пуля. Но что-то она определенно обозначала. Давайте пока перезарядимся. Потому что оно как-то не очень круто, если у меня закончатся патроны в самый неподходящий момент. Добей, добей, добей. Добил, молодец. Меняем их местами. Заряжаемся. Сразу на жука. Давайте попробуем бомбы закинуть. Ой, хорош. Хорош, хорош. Хорошо получилось. Блин, сколько врагов? Сколько врагов, друзья? Оп. А как ты с жуком справишься? Ну-ка, скорострелу, покажи мне. Давай, 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 давай. Неплохо, неплохо, неплохо. Хотя жука можно было оставить... Давай. Давай вот так. Хотя жука можно было, говорю, оставить для мортиры. Сломаем, сломаем. Должны сломать. Так. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, быстрее. Мортира, передвигайся. Давай, давай, давай. Мортирка, не подведи меня. Ой, нихера. Жук начинает стрелять. А может быть и у тех пехотинцев тоже пушки появились бы, если бы они до базы дошли. Блин, ну давай, мортира. Такс, ты зарядился? Иди сюда. Перезаряжайся. Такс, заряжайся. О, можно еще и в землю его спускать, нифига. Удобно. Так, иди сюда. Все, вроде бы все перезарядили. Мортиру надо еще перезарядить. Зашибись. Пока все, зашибись. Секиру. Ну, мортира, секира. Без разницы. Все, поехали. Бум. Командор, мы готовы к запуску главного орудия башни. Активируйте глаз, а потом кликните по врагу. Ну-ка, что за паровой луч? Воу! Воу, нифига! Вот это я понимаю! Ооо! Вот все-таки, что это за башня? Жестко, жестко, достаточно. Достаточно жестко, друзья. Нифига! Нифига себе! Нифига! Вот что это за штуковина, оказывается, наверху. Это не просто двигатель, а какая-то лютая, жесткая глазница. Нормально, нормально, нормально. Ну и пока, друзья, на этом, думаю, можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз, если игра вам понравится. Ну, а если не понравится, то продолжать мы не будем. Это понятно, это логично. Большое спасибо за внимание, за просмотр, друзья. До новых встреч. Всем удачи, всем спасибо. Пока. Будьте счастливы. Любви. И стимпанк-тауэров побольше. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.